В эфире канала России итоговая информационная программа событий недели. В студии Ашемес Пхешков. Доброе утро. Глава Карачао-Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в очередной 19-й сессии Народного собрания. Мы все вместе столкнулись с такими событиями, когда решение, позиция и непосредственное участие всех депутатов, независимо от партийной принадлежности, политических взглядов, все было направлено на минимизацию последствий пандемии, на помощь людям. Эта работа продолжается и сегодня, отметил глава. Затем законодатели рассмотрели 12 вопросов. Был принят проект закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты Карачао-Черкесской республики. Для граждан упрощается оформление различного рода пособий. Получение документов в электронном виде позволит осуществить перевод всех действующих региональных выплат на дистанционный формат с подачей гражданами только одного заявления. А запрос недостающих сведений будет осуществляться через систему межведомственного электронного взаимодействия. Ряд законов республики приведены в соответствии с федеральными законодательствами. В частности, внесены изменения в закон Карачао-Черкесии о местном самоуправлении, согласно которому проведение сходов граждан на территории населенного пункта возлагается на представительный орган муниципального образования. Этот орган наделяется полномочиями по назначению схода граждан. Внесены изменения и в закон о развитии малого и среднего предпринимательства. Теперь на самозанятых граждан распространены отдельные меры господдержки. Я хочу вас довольствовать за вашу работу, в которой вы в этом году приняли участие в решении ваших вопросов, касающихся развития нашей республики. И ваше решение, и ваша позиция, и ваше активное участие, в зависимости от партии, от бездности, политических взглядов, и вовсе, и в миссии, и ваше дело, и ваше благорошенное. Началось, что в Республике Российской Федерации в целом. Сегодня День спасателя. С профессиональным праздником их поздравляет глава Республики Рашид Темрезов. Сама суть вашей работы – готовность в любую минуту прийти на помощь людям, попавшим в беду, мобилизовать все силы для спасения терпящих бедствия. Все это делает вашу профессию одной из самых благородных и нужных. Невозможно переоценить ее важность для туристического региона, каким является Карачао-Черкесия. Республиканский поисково-спасательный отряд по праву считается одним из лучших в России. Вы не раз доказывали свой профессионализм на соревнованиях и на реальных спасработах самой высокой сложности. Спасибо вам за ваш тяжелый благородный труд. Мы гордимся, что на страже жизни и здоровья жителей и гостей Республики стоят такие профессионалы, как вы. В Доме правительства прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Карачао-Черкесии за 2020 год. Собравшиеся обсудили вопросы, связанные с обеспечением безопасности граждан в период проведения крещенских праздников, а также предотвращение различных чрезвычайных ситуаций. На заседании комиссии побывал и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Рассматривались вопросы, касаемо обеспечения безопасности на водных объектах граждан в период празднования крещения. Также подробно рассказали о проводимой работе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Заместитель начальника МЧС России по Карачао-Черкесии Сергей Кравченко подробно отразил эти темы в своем докладе. В связи с отсутствием ледовых переправ в зимний период на территории республики надзорные мероприятия проводиться не будут. К открытию готовится 7 традиционных мест массового выхода людей на лед для подвледной рыбалки и отдыха граждан на льду. Так, в основном здесь планируются профилактические мероприятия, информирование граждан, выставление ошлагов. Помимо этого были затронуты вопросы пожарной безопасности в жилом фонде в отопительный период. Также подвели итоги работы Центра гражданской защиты. Было отмечено, что в этом году было несколько пожаров, особенности из-за засушливости климата. Тесное взаимодействие всех структур власти и сотрудников различных служб позволило ликвидировать вовремя все чрезвычайные ситуации. Благодаря своевременному введению правительством Карачао-Черкесской республики особого противопожарного режима, а также установлению дополнительных требований пожарной безопасности удалось стабилизировать пожарную обстановку и не допустить распространения ландшафтных лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики республики. В текущем году главным управлением МЧС России по Карачао-Черкесской республике совместно с силами и средствами РЧС ошлен весь комплекс предупредительных и превентивных мер по обеспечению безопасности людей на воде. В завершении все собравшиеся посмотрели ролик об итогах деятельности МЧС по Карачао-Черкесии за 20-й год. Алихан Лепшоков, Расул Бердиев, Вести, Карачао-Черкесия. Он внес неоценимый вклад в духовное развитие нашей республики, подавал пример для подрастающего поколения и помогал всем, кто нуждался в помощи. Для каждого он находил слова поддержки. Накануне республика простилась с Ибрагимом Хаджик Ачеевым. Похороны прошли в селе Дружба, где он долгие годы был имамом. О жизни религиозного деятеля Аслан Гирюков. На протяжении всей жизни Ибрагима Хаджик Ачеев помогал сиротам и нуждающимся. Никто не оставался без его внимания и поддержки. Религиозный и общественный деятель. Человек с большим сердцем, который искренне помогал и сопереживал всем людям. Нельзя переоценить вклад Ибрагима Хаджи в духовно-народственное воспитание молодежи. Этому он уделял особое внимание. Он стоял у истоков образования Духовного управления мусульман Карачао-Черкесии и с первых дней работал на благо общества. При его непосредственном участии происходило возрождение ислама. Ни один религиозный праздник не обходился без его участия и наставлений. Ведь Ибрагим Хаджи для всех был учителем. Это невосполнимая утрата. Это действительно так. Такого человека навряд ли больше у нас будет. Я надеюсь, Ибрагим Хаджи будет тоже обладателем рая. Он делал очень многое. И невозможное он делал. Вот что поделаешь. Ушел от нас. Нам единственное остается только молиться Всевышнего Аллаха, чтобы он его простил. Чтобы он его сделал обладателем рая. Ибрагим Хаджи Качиев на протяжении 40 лет работал на духовном поприще. Активный, энергичный. Он пользовался непререкаемым авторитетом садии населения. Для людей он был добрым другом, лучшим советчиком и имамом. Проводить Ибрагима Хаджи в последний путь собрались люди со всей республики и не только. Несмотря на пандемию, услышав эту печальную весть, никто не смог остаться в стороне. Очень большая потеря для нас. Ибрагим Хаджи очень хорошим мусульманином, достойным человеком был. Для нас большая потеря. Отзывший был очень. Всем пытался помочь, помогал. По мере возможности он всем помогал. Он был великий человек на самом деле. Можно сказать, он даже отец всех бездобных, обездоленных, сирот. Дух имама нашего поднимал имам всей республики. Поэтому сейчас всем нелегко приходится. На всю волю Всевышнего. Думаю, дальше мы будем вспоминать то, как он нас учил. И будем стараться двигаться по этой дороге. Кадию республики Ибрагиму Хаджи Качиеву было 59 лет. Последний месяц своей жизни он боролся с болезнью. Без преувеличения можно сказать, что Ибрагим Хаджи Качиев был религиозным символом Карачаева-Черкесии, объединяющей все народы и конфессии, что очень важно для многонациональной республики. С его уходом осиротела не только село Дружба, но и вся республика. Аслан Гирюгов, Ислам Урумов, Вести, Карачаева-Черкесия, Село Дружба. Сто лет назад родился выдающийся полководец и дипломат, генерал-полковник Султан Кекезыч Магометов. К его столетию в стенах Карачаева-Черкесского государственного университета прошла научно-практическая конференция. Также данное мероприятие приурочили к 75-летию Великой Победы. Тему продолжит наш корреспондент Аслан Гирюгов. Султан Магометов родился в 1920 году в ауле Хурзук. Уже с детства он отличался талантом к учебе. После 9 класса его сразу приняли на последний курс педагогического факультета РАПФАКа в Микоян-Шахаре, который он также кончил с отличием. Султан Кекезыч очень любил точные науки и мечтал стать ученым. И поэтому поступил на физико-математический факультет Ростовского университета. Но после 2 курса был призван в ряды Красной Армии. С этого момента начался его долгий путь солдата. В армию он прошел полковую подготовку, получил звание сержанта, а потом началась война с Финляндией. Спустя некоторое время султан Магометов снова ушел на фронт. Началась Великая Отечественная война. Все, кто знал его лично, говорят про его доброту и желание помочь всем, кто обращался к нему с просьбой. Он человек очень глубокий, очень широкого кругозора, глубокого ума, очень простой. К нему с доверием мог подходить, с ним разговаривать и рядовой, и равный, и выше его чинами. Он был участником тяжелых боев под Москвой, Сталинградской битвы, Курской битвы, освобождал Белоруссию, Прибалтику. На научной конференции, которая проходила в читальном зале Карачаева Черкесского государственного университета, рассказывали о биографии султана Магометова, о его трудном пути военного. Ведь за всю жизнь султан Кёк-Кёзович прошел через пять войн и завершил службу в звании генерал-полковника. «Долгое время изучаю его биографию и занимаюсь его популяризацией и героизацией уже 13 лет. Поэтому мне очень близок. Он настоящий, можно сказать, герой из героев нашей республики. Поэтому мы должны его помнить, чтить, всячески поддерживать всех, починять о сохранении памяти об этом человеке, великом человеке». В связи с эпидемиологической ситуацией данная конференция проходила с ограниченным количеством участников. Когда ситуация с коронавирусом сойдет на нет, организаторы проведут пять мероприятий и установят памятник султану Кёк-Кёзовичу Магометову. Аслан Гирюгов, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия. Прямо сейчас реклама, а позже мы продолжим выпуск. Каждому блюду свой соус Байсат. Байсат. Бесконечно вкусно. Скидки? До 80%? Да. Распродажа в 585 золотой. Украшение со скидкой до 80%. Надо брать 585 золотой. Дарите эмоции. В честь 30-летия мы подготовили для вас специальное предложение. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,9% годовых в Минбанке. Меньше платеж, больше поводов для радости. Московский индустриальный банк. Новогодние скидки. До 30%. Куртка. В подарок. Спешите. До 31 декабря. Вецкие меха. ТЦ «Панорама». Первый этаж. Город Черкесск. Агрокомбинат «Южный» приглашает на работу овощеводов. Обязанности. Посадка и уход за растениями. Сбор овощной продукции. Оплата труда сдельная. Средемесячная заработная плата до 46 тысяч рублей. График работы с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Полный социальный пакет. Гарантированы социальные льготы. Выплаты по выслуге лет. Доставка на работу и с работы транспортом предприятия. Обращаться в Департамент управления персоналом по телефону 8-988-910-1040. 8-988-910-1095. Именно из этой согретой южным солнцем пшеницы мы делаем макароны кисловодские. Макароны кисловодские. Мы сохранили то, что сделала природа. Сегодня в Карачао-Черкесии продолжают выявлять заболевших коронавирусной инфекцией. Ежедневно цифра вновь выявленных составляет в пределах 90 новых случаев. В Карачао-Черкесии работает 7 ковид-госпиталей и подготовлен еще один резервный. Закуплено оборудование. Обучен медицинский персонал. Есть все необходимое – лекарственные препараты. А также в полном объеме лечения получают и амбулаторные пациенты, которые находятся под пристальным вниманием первичного звена здравоохранения. Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения Динара Камурзаева. И вне ковида, в новогодние праздники, да и вообще в любые другие, в медицинских организациях всегда есть ответственные дежурные и медицинские работники, непосредственно несущие службы в тех или иных отделениях, подразделениях, поликлиниках. Дежурные администраторы в Министерстве здравоохранения обязательно есть. Учитывая ситуацию по ковиду, безусловно, эти службы усилены. Приостановить работу как амбулаторного, так и стационарного звена невозможно. Конечно, учитывая особенности этой ситуации, плюс международную ситуацию, то, что наши граждане за границей не могут пребывать, большой поток может как от нас, так и к нам пребывать людей. Все меры предосторожности, безопасности приняты на текущую дату, уже мы готовы. Как показывает опыт и статистика заболеваемости, дети в значительно меньшей степени подвержены заражению новой коронавирусной инфекцией, чем взрослые. Но, тем не менее, в группе риска могут оказаться дети школьного возраста. Осложнения также возникают, если у ребенка имеются какие-либо наследственные болезни. Ахмат Халкечев продолжит тему. Первое, на что должны обратить внимание родители, это повышение температуры. Если в течение трех дней она высокая, то к врачу нужно обратиться незамедлительно. Родители, дети которых заболели, обязательно должны обращаться. Обращаться за медицинской помощью. Сначала обращаются к участковому врачу-педиатру. Далее по необходимости обследуемся. Делаем мазочек и рентгенография органов грудной клетки. Есть и есть необходимость в этом. Как говорят медики, выраженной клинике в абсолютном большинстве случаев у детей не наблюдается. Тем не менее, специалисты призывают к бдительности родителей с детьми от 7 до 18 лет. Ну а те, кто помладше, зачастую являются вирусоносителями. Но при наличии каких-либо наследственных заболеваний, даже у ребенка могут возникнуть осложнения, с сожалением отмечают врачи. Если имеются осложнения в виде сахарного диабета, или имеются еще другие какие-то эндокринологические заболевания, ожирение, допустим, конечно, в этом случае могут быть и эти же осложнения, но они уже поступают в стационар. Детей, у которых коронавирусная инфекция дала осложнения, со всей республики везут на лечение в Усть-Джигутинскую районную больницу, которая сейчас временно переведена в статус COVID-госпиталя. Детский стационар рассчитан на 20 коек. Сейчас здесь лечатся четверо детей. Дети, которые находятся у нас в Усть-Джигутинской больнице, в детском отделении, со средней степенью тяжестью заболевания. Имеются дети, у которых имеется и пневмония осложнением идет, и вирусное пневмония при коронавирусе. Получают лечение в полном объеме и в полном объеме также обследуются. То есть тяжелых случаев пока еще не было? Чаще всего коронавирусной инфекцией заболевают дети, которые оказались в так называемом очаге, то есть в семье, где уже имеются COVID-больные. Следовательно, в подобных случаях взрослым необходимо быть особенно бдительнее. Ахмад Халкечев, Ислам Уромов, Вести Крачаева, Черкесия. До конца года порядка 1 тысячи семей из всех городов и районов республики, находящихся в сложной жизненной ситуации, будет оказана помощь в виде продуктовых наборов первой необходимости. Такое решение было принято главой Крачаевой Черкесии Рашидом Темрезовым на встрече с председателем парламента республики Александром Ивановым. И в эти дни волонтеры «Единой России» приступили к развозке продуктов по адресатам. Ватима Даурова присоединилась к ним в селе Садовое. Промозглый ветер и минусовая температура. А окна старого, покосившегося дома из самана, забиты плотным целлофаном, чтобы хоть как-то удержать тепло внутри. Руслан Беджиев, хозяин этого двора и дома, инвалид по зрению. Живёт он здесь совершенно один, если не считать верного друга, маленькую дворняжку, которая нас встретила звонким лаем. Помощь в виде корзины продуктов – самое маленькое дело, чем можно ему помочь. Но он и этому безмерно рад. Что-нибудь на обед себе думаете приготовить? Всё сейчас приготовлено, ничего не думай. Может, завтра. Вы рады, что вы? Рад, рад. Спасибо. Спасибо большое. Колона с гуманитарной помощью едет по тихим улочкам села от адреса к адресу. И в каждом доме волонтёров встречают с удивлением на лице, которое сменяется улыбкой, когда видят, что к ним в дверь постучались с подарком. Спасибо. Не знаю даже, что сказать. Такая помощь необходима семям, как вы думаете? Ну да, конечно. Сейчас в это время вообще очень большая поддержка. Спасибо большое. Мука, сахар, макаронные изделия, крупы, масло, сладости – ими заполнены мешки до завязки. Эти продукты на некоторое время помогут семям распределять кухонные затраты экономичнее. В списке волонтёров «Единой России» более 10 семей из этого села. Это вдовы, матери-одиночки, многодетные семьи с низким уровнем дохода, люди с ограниченными возможностями здоровья, которым ждать помощи не от кого. Я более чем уверен, что они очень рады такой помощи, так как именно вот эти семьи, к кому мы ездим, они находятся немножко в тяжёлой жизненной ситуации. Кто-то там потерял кормильца, у кого-то много детей, старые там родители, ухаживать надо. Поэтому это очень хорошо. Большая благодарность, конечно, президенту, главе нашей республики и всем, кто в этом участвует. Спасибо огромное. К Новому году наборы продуктов первой необходимости получат тысячи особо нуждающихся семей республики. А это значит, что как минимум тысячу раз на лицах людей заиграет улыбка благодарности за такой подарок. Фатима Даурова, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Энергетики отметили свой профессиональный праздник. Об итогах уходящего года и о планах на перспективу вестям рассказал директор Карачаево-Черкесского филиала «Русгидро» Пётр Кравченко. Ахмат Халкевич продолжит. Уходящий год был весьма непростым. Беспрецедентные меры, принятые по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, отразились на деятельности практически всех, без исключения предприятий и организации. Но, несмотря на все сложности, карачаево-черкеский филиал «Русгидро» справился со всеми задачами, которые были намечены на этот год. Было выработано 325 миллионов киловатт-часов электроэнергии. С момента пуска, когда станция в 1999 году пущена, у нас ожидается 6 миллиардов 311 миллионов киловатт-часов. Но с пуском Усть-Жигутинской у нас среднегодовая выработка должна достигнуть порядка 483 миллиона киловатт-часов. Что это такое? Это много или мало? Но если так сравнить, то этой электроэнергии хватит обеспечить, условно я имею в виду, город Черкесск, Усть-Жигутинский район и Зеленчукский район. Вот такая величина ожидается выработкой собственной электроэнергии. На Усть-Жигутинской Малой ГЭС на сегодняшний день штат полностью укомплектован. Основной костяк привлеченные молодые специалисты. Сейчас станция хоть и работает в режиме апробации, но уже вырабатывает электроэнергию. Как еще поведал Петр Кравченко, в планах по наращиванию мощности филиала проектирование нескольких новых станций типа Малых ГЭС. Благо потенциал региона в этом плане огромен, подытожил Петр Васильевич. Новые станции Малые ГЭС, такие как Кардоникская, Нижняя Ермоловская и Карджужинская. Но эти три станции, которые я называю, это только наши планы. Планы, о которых еще не обоснования проектных нет. Но предварительно, когда просматривали возможность, там хорошая перспектива. Росгидро – предприятие с высокой степенью социальной ответственности. Только на борьбу с распространением коронавирусной инфекции карачаево-черкесским филиалом выделено 5 миллионов рублей. Также была оказана помощь поселку Правокубанский в ликвидации последствий урагана, который сорвал несколько крыш с многоквартирных домов. В этом году на благотворительные цели в общей сложности компании было потрачено 27,5 миллионов рублей. Немалые усилия энерговырабатывающая компания предпринимает и по повышению качественного водоснабжения населения на своих территориях. На эти цели выделено 17,5 миллионов рублей. Сейчас изготовлен проект. Приступили к реализации. Но опять-таки, некоторые отступления из-за коронавируса, погодных условий, ну и другие там есть проблемы по поводу реализации этого проекта. Но на сегодняшний день на заводе изготовлены насосные станции. То есть мы установим насосную станцию с двумя рабочими насосами и третий будет в резерве. Кроме того, построим фильтрационное поле, чтобы вода проходила первую ступень очистки. Карачаево-черкесским филиалом «Русгидро» во взаимодействии с руководством республики реализуется весьма значимый профориентационный образовательный проект для старшеклассников с говорящим названием «Энергокласс». Проект показал свою востребованность. Следующий год у нас уже идет полный набор и в январе мы уже откроем второй класс по подготовке. И я думаю, что энергетический класс дает ребятам дополнительные знания. Они получают углубленные знания по физике, по математике, по той же химии. Я думаю, что они впервые сталкиваются с инженерной графикой. Даже если кто-то из них надумает поступать, ну, передумает идти в гидроэнергетику, он в обязательном порядке с успехом пройдет в любой другой вуз, потому что знания основательные получают. Русгидру является предприятием из категории непрерывного цикла. Буквально с первых дней особого режима, принятого из-за пандемии, на предприятии был утвержден смешанный режим работы. Часть сотрудников перевели на так называемую удаленку. Ну а те специалисты, которые не смогли оставить производственный процесс, продолжали оставаться на боевых постах, соблюдая все приписанные санитарные меры. Акмар Халкечев, Роберт Джигутанов, Вести Каражаева, Черкесия, Каражаевский район. Понимая сложные условия, в которых в этом году оказались сельхоздавропроизводители России, компания «Росагролизинг» сделала настоящий подарок фермерам нашей страны. Какой именно, расскажет наш корреспондент Ольга Савенко. Учитывая тот факт, что в начале 2021 года ожидается рост цен на сельскохозяйственную технику и оборудование, это действительно будет отличным новогодним подарком для тех, кто работает на земле. Впервые в истории компания «Росагролизинг» запускает акцию «Ранее бронирование», которая придаст аграриям возможность приобрести технику и оборудование на максимально выгодных условиях. В акции участвуют более 20 крупнейших производителей техники. «Ростельмаш», «Петербургский тракторный завод», «Брянцельмаш», «Евротехника», «Агросервис техника» и другие. При оформлении на сайте «Росагролизинга» заявки сельхозтоваропроизводитель получает сельскохозяйственную технику на следующий год с фиксированной уже ставкой, то есть по старым ценам этого года. Помимо этого, производитель сельхозтехники дополнительные скидки им делает. Кроме того, акция «Ранее бронирование» предусматривает ряд дополнительных льгот. Технику можно приобрести без начального взноса. Есть и острочка платежа по основному долгу до 1 сентября 2021 года, что дает возможность аграриям республики подготовиться к посевной кампании уже сейчас, а начать платить основной долг через полгода после завершения уборочной кампании. На это могут рассчитывать все аграрии, которые имеют более двух лет опыта работы в сельском хозяйстве, так как при рассмотрении заявок это все учитывается, сколько лет работает, какие у него финансовые возможности и так далее. Акция «Ранее бронирование» будет действовать до 31 января. Так что у фермеров Карачаево-Черкисии еще есть время, чтобы приобрести новую технику по старым ценам. Ольга Савенко, Расул Бердиев, Вести Карачаево-Черкисия. Это все информация, подготовленная нашими корреспондентами к итоговой программе «События недели». Я благодарю вас за внимание и пусть в ваши дома приходят только добрые вести. Будьте с нами, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин